Заключив себя в стальную капсулу, человек отваживается покинуть привычный мир ради неизведанных глубин океана. Новые подводные лодки Скалипсо проникают в запретное царство мрака и безмолвия, оставив позади границы освоенного пространства, они стремятся к новым рубежам. Что казалось чуждым и враждебным, станет знакомым и раскроет человеку всю красоту. Только научившись проникать дальше и глубже, оставаться под водой дольше, люди смогут по-настоящему освоить невиданные богатства моря. Подводная Одиссея. Команды Кусто. Режиссеры Пэтрик Уотсон и Филипп Кусто. Композитор и дирижер Бернар Сегал. Исполнительные продюсеры Жак-Ив Кусто и Алан Лендсберг. Тайны глубин. Десятое ноября. Из Марселя пришла весть. Готовы наши новые подводные лодки. Сегодня их отправляют нам на Мадагаскар. Историческая марсельская верфь. Свидетель погрузки двух плавательных средств, которые, возможно, помогут значительно продвинуть вперед современную океанологию. Их корпуса сделаны из стали толщиной 12 мм, а четыре иллюминатора с широким полем зрения, из 8-сантиметрового плексигласа. Это подводные лодки, но не обычные подводные лодки. И задача у них тоже необычная. Место их назначения – океанологическое судно «Калипсо». Миниатюрные субмарины, прозванные морскими блохами, весят по две тонны. Вперед их будут толкать струи воды, выбрасываемые из двух подвижных сопел на носу. Ширина – метр, длина – два метра. Пилот лежит вниз лицом, причем камеры могут его снимать. Снаружи есть еще две камеры, рядом с тысячеваттными прожекторами. Субмарины рассчитаны в равной мере и на исследование, и на киносъемку. Морские блохи – потомки Денизы, нашего подводного блюдца, построенного в 59-м году. Дениза была маленькой маневренной, но нам нужно было еще более маневренное средство. Дениза была тихоходной и не могла опускаться ниже 300 метров. Желая увеличить скорость и удвоить предел глубины, мы создали новую субмарину с меньшим по размеру, но более крепким корпусом и сложной миниатюрной механикой – морскую блоху. Используя одновременно две морских блохи, мы повысим безопасность, а их пилоты смогут снимать друг друга за работой. Наконец, после шести лет проектирования, строительства и испытаний, все готово. 14 января 1967 года Калипсо спешит к маленькому островку Европа, что лежит в 300 километрах западнее Мадагаскара. Там запланировано провести, во-первых, исследование размножения морских черепах, и во-вторых, испытать морские блохи. Сколько бы раз мы не видели дельфинов, когда к Калипсо приближается большое стадо, мы собираемся у бортов. Делуар спускается в наблюдательную камеру. Она расположена в досу Калипсо, на три метра ниже ватерлинии. Здесь внизу ясно слышны дельфини, повизгивания и щелчки. Почти 100 килограммов прекрасно управляемых мышц, мощный позвоночник и хвост. Форма тела – настоящее чудо гидродинамики. Сейчас мы просто наблюдаем, как дельфины играют с нами. Но придет время, и мы будем жить среди них, изучая и снимая их сложную общественную жизнь в естественной среде. Субтитры создавал DimaTorzok 19 января остров Европа в 500 километрах от юго-восточного берега Африки. 10 километров в диаметре, чудесная лагуна и длинная цепь великолепных пляжей. Карта несовершенна, но здесь явно самое место для испытаний морских блох. Капитан Маритана выбирает, где бросить якорь. Наконец судно нашло спокойное пристанище после недельной качки в открытом море. Пора за дело. Каждая деталь морских блох должна быть тщательно проверена. Лодки созданы коллективом ученых и инженеров под руководством Кусто. Движение, ориентацию и безопасность человека обеспечивают сложнейшие системы. Мотор, выбрасывающий реактивные струи, заключен в кожухе из стеклопластика, вынесенном за корпус. Так же, как и свинцовые кислотные аккумуляторы. В случае утечки газов или воспламенения двигателя, пилот будет в безопасности. На проверку корпуса двигателей, клапанов, аккумуляторов и систем управления отведено 7 дней. Достаточно времени, чтобы начать другое исследование. Как раз в этих водах, может быть прямо под Калипсо, находятся места, где спариваются морские черепахи. Калипсо Вокруг острова Европа процветает морская жизнь, не тронутая человеком. Здесь никто не ловит рыбу, танкеры не сбрасывают свою грязь. Вода абсолютно чиста, кораллы здоровы. Некогда установившееся природное равновесие сохранено в неприкосновенности. Человек с его тягой все портить, пачкать, уродовать, еще не успел здесь поработать. ПОДПИСЫВАЮТСЯ Где-то в этом подводном раю располагаются черепашьи любовные кухи. ПОДПИСЫВАЮТСЯ В сумерках Бониси встречает двух необычайно крупных морских котов, расположившихся для отдыха. Спугнутые с мягкого песочного одеяла, они беспокоятся и уплывают. ПОДПИСЫВАЮТСЯ Бониси огибает скопление кораллов, чтобы перехватить морских котов, но натыкается на толпу черепах, собирающихся выйти из моря. На календаре 20 января. В течение африканского лета с ноября по апрель веление крови возвращает черепах к острову Европы. Они приплывают от берегов Мозамбика и Мадагаскара, Изобии, Мамбасы и от Каморских островов. На север вдоль океанских впадин, на юг от своих пастбищ на подводных рифах, от самого мыса Гвардафуй. Некоторые из них преодолевают до двух тысяч километров. Черепахи робкие, неуклюжие, весят вместе с панцирем до двухсот килограммов. Иные живут уже второй век. И все же в воде они удивительно грациозны. Как и много веков назад, они собираются тысячами для спаривания нежные самки и толстохвостые самцы. Счастливо оставаться! 22 января. Техники все еще заняты проверкой морских блок. Сегодня аквалангисты разобьют базовые лагеря на острове, чтобы наблюдать за черепахами, когда те выползут на берег. Мирная красота Европы свойственна только ее прибрежной линии. Остров негостеприимен к человеку. Воздух пропитан зловонием болот. Здешнюю воду пить нельзя. Для жизни здесь требуется особая выносливость. Те немногие, кто пытался обосноваться на Европе, потерпели неудачу. Все кончилось трагически. Их убил недостаток воды, а может болезнь или просто одиночество. От них ничего не осталось, кроме могил. Здешний климат выдерживает только камень, древний коралл, из которого и состоит остров. А на берегу несут вахту безмолвные острокрылые фрегаты. Птицы и черепахи. Странные партнеры, которых природа свела на этом островке. Большую часть дня Фалько, оператор МакКей, аквалангисты Сумьяны Бониси, искали на острове места, которые морские черепахи предпочитают для откладывания яиц. Как все на Калипсо, Фалько владеет многими профессиями. Он аквалангист, руководитель погружений, механик и лоцман, а также опытный натуралист. Мало кто может сравниться с Фалько в знании тайн и повадок морских животных. Ведь он общается с ними давным-давно и очень близко. Во время прилива огромные панцири выстраиваются в ряд. Черепахи ищут удобные места для подъема на берег. Некоторые из них возвращаются на тот же отрезок берега, где они уже откладывали яйца, возможно, года два назад. Откуда они знают заранее, какой кусок берега лучше подходит для кладки? Какая удивительная память живет в их мозгу, если она приводит их сюда с такой точностью? Черепахи – древнейшая линия присмыкающихся. Даже старше динозавров. Некогда они были сухопутными животными. Постепенно одна из ветвей отряда переселилась в море. Их панцири удлинились, ноги превратились в ласты. Они отлично приспособились к морю, но по-прежнему возвращаются на берег откладывать яйца, потому что для их созревания нужно солнечное тепло. Кроме того, хотя взрослые черепахи могут часами оставаться под водой, только вылупившиеся детеныши дышат часто. Гнездо должно быть на суше. Неуклюжие и кроткие, не вооруженные ни зубами, ни когтями, на суше самки совершенно беззащитны. Они легкая добыча для любого охотника. Но здесь на них никто никогда не охотился. Они защищены законом и морскими просторами. Ночи здесь безопасны и нет недостатка в песке. Широкими передними ластами черепаха откапывает ямку под свой размер. Она не может смахивать песок, падающий ей на глаза. Поэтому он смывается постоянным слезоточением. Эта работа требует титанических усилий, ведь черепахи давно расстались с мышечной структурой, необходимой для поддержания собственной массы на суше. Когда широкая яма готова, задние ласты начинают проделывать цилиндрический колодец. Там яйца будут в полной безопасности, вне досягаемости пальмовых крабов. Наконец, время пришло. В каждой кладке почти 100 яиц. Мягкие, но плотные яйца пробудут в песке примерно 60 дней, а затем из них вылупятся детеныши. Она преодолела тысячи километров, чтобы дать начало новой жизни. Фрегаты это знают и терпеливо ждут появления черепашьего потомства. Черепахи совершают паломничество обратно на сушу, которую они покинули миллионы лет назад. Здесь, в месте встречи их прошлого и будущего, не только отдельные особи, но весь вид подвергается наибольшей опасности. Часто роды продолжаются всю ночь, но черепаха должна вернуться в море, пока солнце не поднялось высоко. Если жара застанет ее далеко от воды, она может погибнуть. Даже когда солнце скрыто за облаками, черепаху изнуряют невероятные усилия, необходимые, чтобы поднимать панцирь при каждом вдохе. Но и достигнув воды, черепаха еще не дома. Ей нужен прилив. А пока она будет ползти среди кораллов в поисках прохода на глубину. Вероятно, потеряв ориентацию от усталости, эта черепаха пошла в обратную сторону. И день застает ее вдали от спасительного моря. Навигационный инстинкт провел ее через тысячи километров открытого моря к маленькому островку. Но в конце концов подвел ее. Другая неудачница уперлась в древесный корень. Назад она ползти не может, а сдвинуть преграду уже нет сил. На берегу можно найти печальные примеры того, что ее ожидает. Скоро, как и многие ее сестры, она погибнет. Солнце сделает свое дело, а раки-отшельники доведут его до конца. КОНЕЦ КОНЕЦ Фалько и Буниси приходят на помощь застрявшей страдалица. А Гупили Бернар нашли ту, что сбилась с пути и показывают ей верный путь к морю. КОНЕЦ этот вид выработал своеобразный, отсроченный механизм вынашивания потомства. Сразу после откладывания яиц самка готова к спариванию, но оплодотворенные сейчас яйца будут отложены лишь через 2-3 года. И так закладкой следуют брачные ухаживания, в которых ведущая роль принадлежит самке. Она следит за приближением опасности и она же решает, когда паре подняться на поверхность для вдоха. Самец просто закрывает глаза и крепко прижимается к подруге, а затем партнеры расстаются. У каждого свой путь. 27 января. Неделя прошла. Малар сообщает, что субмарины готовы. Сегодня Фолько совершит предварительное погружение в номере первом. Необходимо точно выполнить все подготовительные процедуры. Гирополукомпас на морской блохе настраивается по гирокомпасу Калипсу с помощью телефонной связи между капитанским мостиком и субмариной. Подача кислорода, гидравлический насос, системы управления и поддержания давления, аварийная система, все работает нормально. Связь хорошая. Они прекрасно слышат друг друга. Когда мы испытываем что-то новое в полевых условиях, на борту царит тишина и сосредоточенность. Мы с Фолько работаем вместе уже больше 15 лет. Иногда я чувствую, будто одолжил ему свои глаза, будто сам переживаю все то, о чем он докладывает. В этот момент все силы команды Калипса сосредоточены на одном деле. Каждый на своем посту. Каждый за что-то отвечает. Распоряжения звучат редко. Люди почти не разговаривают. Последняя проверка по кабельному телефону перед тем, как он будет отсоединен. Сейчас при атмосферном давлении все хорошо, корпус герметичен, электропитание в норме. Сумьян отсоединяет последний кабель. Теперь Фолько предоставлен самому себе. Делуар с кинокамерой в руках будет сопровождать субмарину на первом этапе погружения. Настроение у Фолько, судя по голосу, веселое. Пока что он среди друзей на знакомой территории. Фолько управляет Балахой с помощью одного небольшого рычага. На нем же установлены тумблеры питания, акустической связи, звукозаписи, киносъемки и прожекторов. Балаха достигла 100-метровой глубины. Чтобы прекратить погружение на этом уровне, Фолько сбросил два килограммовых свинцовых грузила. Осталось 19. При подаче рычага вперед 50 килограммов ртути перетекает в нос Блахи и она наклоняется к низу. Теперь Фолько спускается медленнее, прислушиваясь и оценивая работу систем. Наружное давление 20 атмосфер. Суммарная сила давления на обшивку более 1200 тонн. Все холоднее, все глубже, все темнее. Растений здесь почти нет. Эти листовидные образования колонии животных. Веерный коралл из отряда горгоновых. На глубине 200 метров Фолько докладывает Лобану «Все хорошо». Толкаемые двумя маневренными водометами Блаха уверенно идет вперед. Прожекторы высвечивают целые галактики планктона. Это цепи сальпы. Обычно эти желеобразные создания медленно плавают поодиночке, пульсируя всем телом. Но эти сальпы соединились в один огромный серпантин и передвигаются среди скоплений зоопланктона, который служит им пищей. Глубина 250 метров. Давление в 26 раз больше, чем на поверхности. На этом уровне Фолько должен пробыть несколько минут. Погружение длится уже час. Треть отведенного времени. «Связь прерывается на полуслове. Лобан слушает и ждет. Отказ акустического телефона, скорее всего, означает отказ системы питания. Теперь им остается только ждать и верить в хладнокровие своего товарища. В полной темноте он должен сбросить весь балласт и при помощи двигателей всплыть на поверхность. Катер с охолотом пытается засечь постоянный сигнал автономного передатчика, установленного на обшивке субмарины. Проходит 8 минут. «Связь прерывается на полуслове». Последний этап испытаний – проверка надувного спасательного средства. для эвакуации из лодки во время шторма. Несмотря на отказ питания на глубине, Фалько до конца выполняет план испытаний. В ближайшее время мы, конечно, будем заняты проверкой техники, но прежде всего я хочу послушать, что скажет сам Фалько. Фалько докладывает капитану Кусто и Жану Молару, главному конструктору морской блохи. Двигатель стал спотыкаться, потом заревел и остановился. В нем явно произошло замыкание, в результате чего разрядился аккумулятор. И так где-то произошел сбой. Поскольку ни ветер, ни течение, ни волны не виноваты, дело явно в механическом дефекте. Двигатель извлечен, инженеры должны за ночь установить и устранить поломку. В такие моменты стираются различия между аквалангистом и инженером, командой судна и знатоками подводной техники. На рассвете обе субмарины готовы. 25 января. Сегодня капитан Кусто и Фалько совершат погружение вместе, как и планировалось. Кусто садится в морскую блоху номер два. Он проводит предстартовую проверку. В 7.23 его погружают в море. Аквалангисты слаженно выполняют свои функции. Отвязывают канат, протирают иллюминаторы, заглядывают в кабину, отсоединяют телефонный шнур и страховочный шпагат. В 7.29 Фалько садится в номер первый и спускается на воду немного позже капитана. Ныряльщики повторяют скрупулезную проверку. Наконец, обе блохи отпущены на свободу. Наше совместное погружение с лихвой возмещает все шестилетние хлопоты. Нам еще предстоит научиться как следует управлять этими вертунами, но это само по себе увлекательно. С самого начала они показали и свою неотразимость, и непредсказуемость. Кусто и Фалько чокаются субмаринами, будто бокалами с шампанским. Испытания закончены. Карьера морских блох началась. 4 февраля. Фалько хочет проверить сообщение о том, что некоторые самки-черепах остаются на рифе после первой кладки. Он возвращается на берег с целью пометить двух мамаш и проследить за их передвижениями. В качестве меток служат шары с водородом. В панцире, как и у нас в ногтях, нет нервов. Черепаху не беспокоят, что ее сверлят, хотя она очень хочет продолжить свой путь. Один шарик сразу уходит в открытое море и начинает долгий путь на север. Судя по всему, эта черепаха закончила откладывать яйца. Через два дня Лобан замечает второй шар метку примерно в километре от судна. Черепаха подтвердила догадку. Она осталась у Европы. Теперь надо ее найти, снять на кинопленку и отпустить. Делуар и Сумьян спускаются для киносъемки. Эксперимент с черепахой показал, что самки остаются вблизи острова, пока не отложат все яйца. Они могут вылезать на берег до пяти раз за сезон и отложить до пятисот яиц. Наша черепаха внесла свой вклад в науку и может быть отпущена с благодарностями. Восьмое февраля. Терпеливые фрегаты все так же несут безмолвную вахту над пустынным берегом. Детеныши вылупились несколько часов назад и подобрались к самой поверхности песка. Их панцири еще мягкие, как кожа. Реагируя на какие-то неизвестные факторы, возможно, температуру и влажность, малыши выбираются наружу. Они сразу же определяют нужное направление и начинают свое короткое, но крайне опасное шествие к морю. КОНЕЦ КОНЕЦ Но даже море не может спасти их. Они гибнут, поднимаясь на поверхность за воздухом. Единственный шанс детенышей черепахи выжить, это выбраться из песка ночью или во время шторма, когда фрегаты прячутся в глубине острова. Из сотни вылупившихся в этом гнезде не выжил ни один, кроме тех, кого Фалько посадил в свой мешок. Смерть нужна природе для поддержания равновесия. КОНЕЦ Только человек может убивать без нужды. Но человек же способен приходить на помощь тому, кто оказался в беде. Мои товарищи начали собирать детенышей черепахи и разрабатывать новый план. Неизвестно, как они узнают, где океан, даже когда его не видно. Тяга к морю всесильна, ничто их не останавливает. Они могут жить неделю без пищи, стремясь к своей цели. Однако, обычно, они достигают ее за несколько минут. На расстоянии километра от берега Фалько выпускает детенышей в воду. Съемка снизу. Малыши ныряют, поднимаются подышать и снова ныряют. Опасности вроде нет, небо чисто. Детеныши смело плывут в открытое море. Но не проходят и минуты, как над ними проносятся зловещие тени. Откуда ни возьмись, появились фрегаты. Для тех, кто еще не погиб, Фалько сделал еще один бассейн поближе к воде. Он защитит черепашек от фрегатов до темна. А потом Фалько их выпустит. Люди накрывают бассейн прозрачным колпаком и удаляются. Фрегаты видят добычу, но достать ее не могут. Ночь. Фрегаты убрались. Черепашки все так же атакуют стены своего убежища, стремясь к морю. Получив свободу, несмотря на слепящий свет прожекторов и полную тьму вокруг, они безошибочно выбирают направление. Все, кроме одного. Ему, похоже, больше нравится бассейн Фалько. Он получает кличку Блудный сын. Но, наконец, и до блудного сына доходит, что к чему. Он уловил зов природы, который влечет его сородичей с тех времен, когда еще не было человека. Остальные уже близки к цели. Им еще угрожают голодные рыбы, но большинство переживет эту ночь. КОНЕЦ КОНЕЦ Блудный сын натыкается на самку, которая могла бы быть его матерью. Возможно, так оно и есть. Ей это неизвестно. И, скорее всего, без разницы. Отложив яйца, черепахи не проявляют никакого интереса к своему потомству. Малыш забирается на ласт черепахи и они скрываются в море. Этим малюткам ровно шесть недель от роду. Когда они вылупились, член команды Калипса посадил их в пластиковый пакет с морской водой и увез с острова Европа на небольшом двухмоторном самолете. Через 48 часов они благополучно прибыли сюда, в океанологический музей Монако. Их панцири еще мягкие, но черепашки уже начали расти. Только на острове Европа ежегодно вылупляется почти 4 миллиона черепашек. Большинство из них обречены стать жертвами птиц. Мы нарушили природное равновесие, отловив несколько детенышей. Черепах можно разводить в неволе. Они могли бы стать хорошим источником белка для голодающих людей. Человек почти повсеместно охотился на зеленых черепах. Иногда очень шестоко. Практически везде вид находится под угрозой вымирания. чем бы ни были снаряжены морские добытчики простыми сетями и гарпунами или новейшими радарами, эхолотами, батетермографами и электросетями, они безжалостно истощают океанские богатства. На острове Европу мы стали свидетелями драмы морских черепах. Из сострадания, возможно, против природы, мы спасли двух взрослых самок и несколько детенышей, которые теперь растут в государственном аквариуме Монако. Поступив так, мы помешали естественному ходу вещей. Но это путешествие заставило нас еще сильнее восхищаться природой.